Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы донести до вас свое мнение о отношении капелло сборной и к игрокам, которые многие считают хорошими и лучшими и упрекают Капелло в том, что он не привлекает их в сборную, прежде всего Загое, Дзюба. Хотелось бы заметить, что простой подход к набору игроков, хорошо играешь, приходи в сборную, милости просим, слишком примитивен для такого тренера, как Капелло. Это слишком высокого уровня профессионал, который разбирается в людях и он может на предварительные сборы взять 20-30 игроков, на примете иметь еще какое-то количество, но он очень внимательно следит за национальным состоянием игроков. Да, Дзюбаев забивает. На этой игроке он блеснул, человек момента, так же, как наш Питер из Кардифа. Показал, что-то у него получилось, игра пошла. Человек случая, спорт лото. Сейчас, что Загоев, что Питер Аденбинга сидит и ничего не показывает. Почему? Нестабильность. Психологическая нестабильность. Взять того же Дзюбу, парень забивает. Почему его в сборную не берут? Почему не берут? Да, потому что он сам по себе конфликтный человек. Может он не конфликтный по большому счету. Никого не обижает так, как Ибрагимович себе может позволить. Да, кстати, у Дзюбы Ибрагимовича является очень большим авторитетом. Ну, он может кого-то обидеть, он может кого-то огрызнуться, может быть, надсмеяться над кем-то. Этого нельзя допустить в сборной, в команде, где все игроки должны быть сплочены как единое целое. Стали в круг, взяли, обнялись. Здесь все. Они стоят за себя, за Россию. Они команда, они гладиаторы. Именно этого хочет добиться капелла. Здесь магии никакой нет. Играет Зенит. На примере Зенита можно сказать так. Пришел Хаут. Старички начали конфликтовать с новичками. Проблемы, игра не пошла. Да, все, все рушится, все валится. Какой бы спалеть и не был хороший тренер, не получится. Игроки, мяч не идет. Халк подает тому же Киржакову, но мяч не долетит, перелетит, не дает. Нет у них единства. Получается, что как бы не играют они друг с другом. Тот же Широков с Киржаковым. Момент. Выход. Открывается. Гол забивается. Все. Они сыграны. Они уже давно единое целое. Они друзья. Так вот капелла хочет создать такую команду друзей. И такую команду гладиаторов, которые будут выполнять все его приказания. Каждый взмах пальцем будет что-то значить. Они, если они хотят чего-то добиться, они должны быть турдиаторами. Они должны быть настоящими мужиками. Пахать. Выполнять приказания. И раскрывать свои профессиональные возможности. За что? Почему? Для чего их и взяли в сборную? Потому что это высокого класса профессионалов. Под хорошим руководством они обязательно заиграют. Если их психологически держать в тонусе. Капелла это знает. И поэтому капеллу стоит доверять. А то, что говорят о том, что вот этого надо было взять, этого надо взять. Худо-бедно так поступают блохи. Он сам по себе человек. Еще помню его как игрока. Очень много символировал. Все всегда свистели. Все это самое. Да, он звезда. Он был капризной звездой. Сейчас он капризный тренер. Он может обидеть человека. Игрок может обидеться на тренера. Как такое возможно? Это невозможно. Такого нельзя вообще допустить. Тренер это святое. Это авторитет. Капелла так делает. Он не делает эмоциональных жестов, которые могут задеть. Он сказал, так должно быть. Все. Это мое мнение. И желаю успехов сборной. Адзюби повзрослеете. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...